Утро доброе всем, ребят. Вышли мы с батей Палый и Птичек на то место, которое было в прошлый раз. Там ребят спрашивают, какой ветер лучше ловить птицу. Ребят, ну, если честно, вот самый такой нормальный, классный ветер, это южный. У нас южный ветер здесь, на этом месте, находится за нашей спиной. Ветер оттуда. Значит, соответственно, у нас там север. Сегодня ветер северный. Но северный ветер не есть хорошо, если честно. Он такой. И не хороший, и не плохой, но, скажем так, наверное, в большей степени не очень. Вот. Север, юг, западный. У нас ветер, когда есть оттуда, тоже классный, отличный. И когда восточный, птица летит, но летит птица уже ближе туда, к часам к 11-12. Как было в прошлый раз, у меня ветер был юго-западный. Был оттуда. Птицы не было с утра, а потом ветер поменялся на восточный, и где-то часов в 11 я поймал первую птицу. Ну, короче, смотрим, что получится. покажу. Так, ребят, камеру я не ставил еще пока туда. А, щегол где-то один. Щегол. А, и зеленуха, и две, три. Раз, зеленуха. Два, зеленуха. Вообще лыжить. Щегол один. И еще одна, он зеленушка. Раз, зеленушек. Тоже такой, неплохой щегольчик. И еще один зеленушечек такой. Оно красивое, нарядное. Это зеленушечка такая. Естественно, утром, конечно, пришлось добавлять еще зеленосмеси, пришлось доставлять пересадки, поскольку был северный, холодный ветер, было некомфортно ловить и нам, и птицам летать. И оска, как вы видите, болталась, в принципе, очень сильно. Хотя это было только с утра, и дальше к обеду ветер только усилился. Поэтому мы решили добавить еще некоторые зеленосмеси. Я покормил птиц и принялись ловить дальше. И потом, в скором времени, прилетела чешовка. Она, в принципе, недолго думала, стартанула с деревьев, которые находились над нами, и сразу полетела прямо на пересадку, возле которой находилась воска. И, недолго думая, естественно, сиганула воску, где и попалась. Чешовка попалась. Продолжалось утром, покормил, как я сказал, уже птиц. Они пока были заняты едой, и, в принципе, не особо отзывались на пролеты птиц. Ну, вот щегол, в принципе, зеленух, слышно, подпевал чешик вместе с ним. Но, тем не менее, у нас по этому поводу разногласия небольшие. Ну, я не знаю, как поет птица, после того, как покормил или до того, как. Ну, пока я еще не пришел к какому-то мнению. Такой. Щегловка, стопудово. Видите, за глаза, за стопудовая дырка. Лысина. Вот видите, какая-то лысинка белая. Это щегловка. Ну, попалась. Не стал я убирать мебельный телефон. Вот прилетели еще птицы, но очень быстро улетели. А улетели по той причине, что с поля, очень низко над землей, шел наш старый друг, хищник, который практически попался бы воску. Но он ее увидел и выше пролетел над ней. Резко поднялся вверх и улетел. День продолжался. Ветер усилился, становилось еще прохладнее. И прохладнее, как ни странно. Но ветер становился сильнее. И вот еще птицы начали летать, крутиться. Над оской пролетали. Вот видите, сейчас птица пройдет над оской с той стороны. И вот раз, и она вернулась и над ней. Если честно, то, ребят, ну, не знаю, лично мое мнение, оскос ветрозащиты, они намного лучше рули, чем обычные. Я думаю, видели, чижик, как попался красиво. До этого было чиж, пролетал два, потом щеглы сидели на дереве здесь. Еще кто-то пролетал. Чижик, чижик. Короче, как и так. Чижик. Он долбанулся, только он. Почему так? Потому что ветрозащита, она, как бы, скажем, дает небольшую уверенность в том, что оск не слезет на одну сторону. Ну, как вы видели, здесь перед этим пролетело большое количество птиц. Конечно, я не знаю, по какой причине они не зацепились и не стали перепускаться. Хотя там присады, в принципе, хватало. Но они, как вы видели, пролетели и быстренько улетели. Ну, здесь я решил камеру поставить над оской сверху. И вот с той стороны, мы видим, попался один зеленушек. Другой сел на дерево. И вот я оставил кусочек, как манит снегурка, которая у меня есть, которую мне друг подогнал. Это не запись мобильная, вот эта снегурка манит. Я периодически ее с собой беру, хотя, в принципе, ну, я не знаю, в этом месте, наверное, снегирей не будет. Надо идти в другое место. И вот еще один момент, где, обратите внимание, внизу, сейчас вроде бы здесь спустится зеленушка. И вот она потихоньку побежала, побежала, видите, она внизу, сразу внизу. И она раз, и попалась в воску. То есть она пешком пришла и запуталась в сетке самой. Было две зеленушки, это одна, была вторая. Выскочили. О, на тобой, дед, все, на птичке сидят, на тобой. Сейчас я немножечко выснеговую. Пока выпутал зеленуха. Там еще три птицы прилетело, село на присадку, четыре. А я взял камеру, чтобы поменять аккумулятор, потому что сдохло почти. Одна птичка осталось. Да, тоже дерево хел. Не знаю, кто там сидел. Может, репелки. Они, а то будут сидели. Не, не репела были? Там нет. Не? Не, кажется, птичка. Это что-то дороже. Может, может. Ну, я что-то крупное, не знаю. Причем сейчас птица летает с шалманами. Чижи со щеглами. Щеглы с репелятами. По барабану, блин. Зеленушки с репелятами. Стайками летают. Вот. Большим количеством. Пять-шесть штук. Ну, там, семь, два, десять. А вот только что две птицы какие-то село. Три. И одна осталась. Ну, не знаю. Повадется, покажу, что это. Задолбался бегать. Только ушел оттуда. Опять зеленым попался. Нарядный. Вот такой. Красивый. Чем мне нравятся зеленушки, тем что их вынял и пошел. Значит, были зеленухи со щеглами. Щеглы чухнули, а зеленухи остались. Блин, красивый зеленух, вообще офигенный. Ай, блин, кусается еще. Вот. Так о чем это? А ветре, направление ветра. Вот видите, сегодня ветер был с утра северный. А сейчас поменялся на северо-западный. И опять начала летать птица. Короче, как дует северный, чистый, но не сильный. Птица летает. Как дует северный, сильный. Леда птицы нет нифига. Это я зову ветер. Зеленух. А я сказал, он не такой, такого нет. Вот. Когда ветер дует южный, вне зависимости от скорости ветра южного, всегда есть лед птицы, и птица летит. Но это в этом месте. Опять же, отмечу тот факт, что каждое место индивидуально нужно подбирать по ветру. Но вот здесь у нас вот так. Я же говорю, самый хреновый почему-то ветер, это когда у нас ветер сзади. Восточный. Самый хреновый. Вообще не летит. Есть ветер, нет ветра, не летит нифига птица туда. Вот. Южный, северный плоховато, северный холодный. Естественно, прохладно сегодня. Ну, птица нормально себя чувствует, вода не замерзает. Вот. Но самое классное, конечно, когда южный, и очень южный, и ветер один-два. Это вообще просто отличная песня. Ну, естественно, пасмурная погода. Я не знаю, солнечную погоду как узкое вида. Видо я не проверял. Ну, как-то вот так. По кормлению птичек. Я не знаю, как там что-то рассказывал, кормить птицу как. Отметьте тот факт, я писал, в принципе, в комментариях. Отметьте тот факт, что нужно птицу, которую вы поймали, хотите оставить себе, сразу прийти домой усиленно накормить. Учитывайте тот факт, что вы идете наловить птичек. Заканчиваете ловлю, где-то завершаете 12, час, 2, кто сколько. Вы приходите домой, уже темно. Птица, соответственно, нифига у вас не ела. Поэтому шептится до утра может гигнуть из-за того, что птица не кушала. Поэтому включаем свет, лампочку ставим на балконе где-то у вас, и начинаем ее кормить. Причем усиленно кормить. Насыпаем столько еды, чтобы птице было комфортно брать пищу. Причем разнообразную пищу, которую она привыкла брать неволе. Желательно это делать пару-тройку дней. Как только вы увидите, что птица поела, попила пару-тройки дней, и она начала привыкать уже к другой кормовой базе, которую вы сыпете. Все, однозначно, птица будет у вас жить. Есть неправильное мнение. Я раньше, когда не понимал суть дела, что до чего, мне говорили, вот, нафига ты птицу так сильно кормишь, она переела, надулась и сдохла. Хрен там, ребята. Она не переела, надулась и сдохла. Она осталась голодная и сдохла. Извините, что так грубо отвечаю, но тем не менее. Однозначно, нужно посадить птицу, желательно бы, конечно, если у вас есть такая возможность, той птицы, которая покажет, что такое корм, что такое кормушка, что такое поилка. Как правило, пойманная птица в кормушке корм брать не будет. Это однозначно тот же самый минус, по которому что? Правильно, птица может погибнуть. То есть, вы принесли птицу домой, поставили ей кормушку, насыпали семечек, фиг она там их будет оттуда их брать, она просто будет бояться брать, она будет биться по клетке и так далее. Однозначно, клетку нужно что? Правильно, накрывая тряпочкой, оставлять небольшой зазор, чтобы птице будет в просвет, но чтобы она не билась, чтобы она чувствовала себя комфортно и более-менее успокоилась. Если птица будет биться, если вы принесете птицу, поставите себе на стол свежепойманную, насыпите даже ей много есть, а она будет бояться, много есть не будет. Если птица очень сильно голодная, у меня был такой случай, когда я принес домой двух чужей, двух чеглов, я пришел домой, насыпал им есть, я прямо возле клетки стоял, они не обращали на меня внимания, они просто ели. Когда уже поели, начали биться. Такое бывает иногда, но тем не менее, учитывайте этот факт. Все, короче, меня и коментар, ставлю камеру туда, мы еще часик постоим и собираемся домой. Ну, в общем, ребят, делайте выводы, учить вас не буду, каждый делает это по-своему. И вот в продолжении дня прилетела еще одна птица и, как вы видите, попалась в воску. Спикировал сразу, прям сверху так вот, вах и туда. Продолжала птица летать, смотрите, как прикольно сели. Они бегали по пересадкам, туда-сюда, туда-сюда. Я вырезал этот кусок, они сидели очень долго. Но, видимо, то ли уже было сильно светло, уже где-то было около 12, и птица, видите, замечала воску. Некоторая пролетала мимо, а некоторые попадались. Еще один накрутнулся. А другой попался. Я не знаю, как выпадет снег, как будет это все. Хорошо, видно, плохо, но посмотрим. Раз! Два-с-три-с. Был четвертый, но он решил свалить. Да, зеленухи. Красивые, но зеленухи. Дай-те, какой красивый зеленух. Ух, какие нарядные погончики у него, смотрите. Блин, красавчик, да? Продолжался день, прилетали еще птицы. Мы, в принципе, уже собирались почти завершать ловлю на сегодняшний день. Но еще оставалось немножко времени, и мы решили еще чуть-чуть постоять, пообедать, и уже потом собираться домой. Ну, а тем временем, нам попалась еще одна птица. Сегодня какой-то зеленушный день, блин, что ли? И вот он обед на сковородочке, на свежем воздухе. Омлетик с хлебушком, свеженьким, горячий. Ну, естественно, колбаска, как же без нее? Мы покушали и решили выпускать птиц, которых мы поймали. Это не все, некоторых мы выпустили гораздо раньше. На волю. На волю. Короче, сегодня у нас чего получать? Улетело. А, и там улетело. Девять зеленух. Ну, было десять, потому что одна свалила прямо оттуда. Два щегла. Да? Да. Ну, щеглы пролетали красиво было много. Репилки пролетали сегодня красиво, но не попался ни один. Два чижика и одна чижовка-машуха. Все, ребят, на этом все. Всем пока. Ставим лайки, комментируем. Обязательно подписываемся на канал. Продолжение будет. Все, всем пока. Пес из позитива. О, сколько хризюки на ногах, ребята. К ногам поприбавлялось килограмм по пять на каждую ногу. Но! Птица сегодня была, летала, ловилась. А самое главное, ребят, синиц нету тут ни одной. Хотя, вроде бы, казалось бы, там метров пятьдесят до оски, блин. Синицы пролетают рядом, но их там нет. Поэтому, не знаю, решение это не решение, но синички отсутствуют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!